Уважаемые жители поселка, с вами проводится рейк под предупреждением пожара, обзибили на них людей в частном живом секторе. Первая остановка – поселок 21-й шахты в Советском районе. По данным спасателей, именно в этой части города больше всего людей пострадало в огне. Прохожим раздавали буклеты, подготовили и краткий инструктаж, как уберечь себя и жилье от трагедии. В жилых помещениях вообще запрещено использование открытого огня. Вплоть до того, что даже на Новый год, чтобы не было свечей, не было ничего. Не допускать детей открытому огню, не давать спички. Детей у нас нету, мы уже старые. Пожилые люди тоже, как дети. Часто причиной пожаров становится замыкание в электросети, поэтому жителям советуют вовремя проверять проводку. Это дом по улице Крупской, центрально-городского района. По словам пожарных, в нем нужно строчно заменить кабель. В частном секторе также проверяют угольные печи. Здесь находятся дрова, которые могут привести к пожару, если выпадет зола из печи. Отсутствует притопочный лист, сушатся вещи непосредственно возле печи. Это может привести к пожару. Егор уверяет, печью пользуются редко. Греется в основном с помощью камина, поэтому на момент прихода спасателей над плитой висела одежда. Дрова также не в положенном месте. Парень обещает это исправить и впредь соблюдать все правила безопасности. Теперь уже инспекция провела работу, будем знать технику безопасности. По пожару и опасности боремся, как ведро воды стоит. Ну, когда топлю печку, если там дрова, уголь, подлаживаю лист. Когда не топится, соответственно, убираю, чтобы не занимало много места. Ну, а вещи не сушу, как печка не горит, можно и повесить. Дома владельцев также просят не курить в постели, всегда следить за состоянием дымоходов и вовремя сообщать о возгорании. Вовремя штукатурить дымоходы, потому что со временем штукатурка обваливается, получаются прогары, а на чердаках, как правило, очень сухо, и где-то искра проскакивает, и возникает пожар. Так же самое электропроводка. В основном она на скрутках, контакты начинают греться, оплавляется изоляция. За день обошли несколько десятков адресов. Работу планируют продолжать и дальше. Игорь Тарасевич, Роман Громняк, Евгений Сосоев, Панорама.